Мир вам, дорогая церковь, дорогие друзья! Спаси меня, Боже! Так начинается Псалом 68, когда Давид говорит, изливает свою душу. Уже само название, оно показывает еще раз глубину его нужды. С первого стиха. Начальник кухора на шашу ниме, Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стоять. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Немецкий перевод говорит, то есть до горла дошли воды. Давид пишет здесь на русском, это переведено до души моей. Я помню, когда я маленький был и на озере ходил, просто заходил в озеро, пробовал дойти до глубины, сколько я могу стоять. И когда вода доходила до горла, то это была особая опасная ситуация, потому что каждая маленькая волна могла просто наполнить твой рот, и ты бы ушел под воду. То есть вот это состояние, оно очень опасное. И Давид именно об этом пишет, что у него просто уходила почва под ногами, и это как бы он не контролировал ситуацию. Это было тяжелое время. Дальше. Еще раз здесь показывается, что он кричал в этой ситуации не один раз. Возможно, это проходили дни, недели. От вопля засохла гортань моя. Настолько сильно взывал к Богу. Истомились глаза мои. То есть вот это ожидание, в котором он пребывал, это не было только, ну, знаете, один день или два или три. Возможно, это проходили длительные времена. Может быть, ты находишься сегодня в подобной ситуации, ты молишься о том, чтобы война прекратилась. Она не прекращается, и все остается по-прежнему. Ты молишься, может быть, за твоего супруга, мужа, который пьет уже не неделю, не две, и не месяц, а десятилетиями. Или за сына и дочь, и ничего не происходит. И ты просто уже устал. Устала кричать, и не знаешь, что делать. Ты молишься, может быть, за ситуацию, что тебя несправедливо на работе, или где-то ущемляют, и ничего не меняется. Или ты молишься за здоровье. Может, ты болен раком или неизлечимой болезнью, и тебе кажется, что все, я оставлен. Ты устал. Никто тебя так не понимает. Да и кто может помочь понять твою личную боль? И что делает Давид в таких ситуациях? Он говорит дальше, мы читаем. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отнять». Еще раз. Врагов настолько много, что он сравнивает их с волосами на голове, которых, в принципе, нельзя исчислить. Настолько много их. Что они делают, эти враги? Они требуют от него отдать то, чего он не забирал. В принципе, посягаются на его имущество. И это очень, конечно, сильное давление со стороны людей. Но интересно, что в этой ситуации, когда ему очень тяжело и кажется все несправедливо, он видит большие ошибки других, большие грехи. Но смотрите в шестом и седьмом стихе, о чем Давид молится. «Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя». Зачем Давид молится о своих грехах, когда грехи других людей намного сильны? Но смотрите, он понимает, что он также грешный человек во всем этом. И он не скрывает это перед Богом. «Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на тебя, Господи Божий сил. Да не посрамятся во мне, ищущие тебя, Божий Израиль». То есть пусть люди, смотрящие на меня, которые также надеются на тебя, не посрамятся. Это очень сильное высказывание, что он хочет быть примером для тех, кто уповает на Господа. Дальше мы читаем, это уже 14 стих. «Я с молитвою моею к тебе, Господи, во время благоугодное. Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне. Да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод. Да не поглотит меня пучина. Да не затворит надо мною пропасть зева своего». То есть еще раз, Давид не перестает в этой ситуации молиться. И смотрите, как 31 стих, как переходит уже его тема. «Я буду славить имя Бога моего в песне. Буду превозносить его в славословии». Почему Давид меняет вот как бы свой взор? Потому что в молитве он получает огромную надежду. Его вопль не остался неуслышанным. Да, еще ситуация не изменилась, но он полностью свою надежду возлагает на Господа. И я желаю тебе иметь такое молитвенное стремление. Даже если ситуация не изменилась, воздай славу Господу. Он знает, как ответить. «Да благословит тебя Господь».